Привет у микрофона Саша, а вы зашли на канал Apple Explosion. Очень неожиданно, сразу на следующий день после запуска финальной версии iOS 12.1 Обзор, кстати, на эту систему уже есть на канале, ссылочка появилась на экране и есть под видео. Компания Apple выпустила первую бета-версию iOS 12.1.1 Как понятно по индексу прошивки, iOS 12.1.1 является техническим обновлением, которое направлено на исправление ошибок. В этом видео я расскажу, что поменялось в данной прошивке, что там нового, как работает, а главное, стоит ли обновляться на нее. Поэтому устраиваемся поудобнее, ставим лайк, подписываемся на канал и не забываем про колокольчик. Погнали! Согласно официальному списку изменений iOS 12.1.1 Beta 1, В прошивке были исправлены некоторые замеченные ранее ошибки и проведены дополнительные работы по увеличению стабильности. Также Apple провела работу по улучшению безопасности системы и это обновление закрывает все уязвимости для джелбрейка. Так что если вы ждете взлом для iOS 12, то точно не ставьте эту бету и релиз этой системы. Я нашел небольшое интересное изменение в этой прошивке. Apple немного прокачала приложение FaceTime. Ну как прокачала, вернула старые фишки этого приложения из iOS 11. Например, вернулась кнопка сделать скриншот, а также расположение всех кнопок управления теперь на удобных местах. Также немного переработали меню управления эффектами. Наглядное сравнение интерфейса FaceTime и всех изменений на ваших экранах. Также клавиши ввода пароля на экране блокировки стали какими-то большими и гигантскими. Это реально заметно и кидается в глаза. Я не знаю баг это или фишка, но думаю, что в следующей бета-версии вернут прежний размер. Что касается работы системы, то я не заметил ни прироста в производительности, ни прироста в автономной работе. Надеюсь, что в следующих бета-версиях Apple поработает над этим, ведь зачем выпускать еще такие обновления. Если вы у меня спросите, стоит ли ставить это обновление, то я скажу нет, потому что особо новых крутых фишек тут вообще не наблюдается. Повышения стабильности и работы устройства тоже нет, но обновление закрывает уязвимости для джилбрейка, для кого-то это важно. Поэтому iOS 12.1.1 бета-1 я не рекомендую к установке. Apple не подтвердила официальную дату релиза этой прошивки и вообще неизвестно сколько бета-версий еще выйдет. В любом из случаев вам стоит подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать все обновления. Я не хотел выпускать это видео, потому что обновление реально очень минорное, но мне пришлось это сделать по вашим просьбам. Мне кажется, что релиз iOS 12.1.1 поступит в ноябре или в начале декабря перед релизом iOS 12.2. А вот в iOS 12.2 будет что-то интересное, я это чую, поэтому опять же оставайтесь со мной на канале, чтобы быть в курсе всех событий. И конечно же поддержите меня лайком, ведь я оперативно вещаю обо всем из мира Apple. Подписывайтесь на мой телеграм, твиттер, инстаграм, все ссылки под видео, там новости из мира Apple и очень интересно. Ну а я пошел дальше делать для вас видео, думайте иначе, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok